19 октября в актовом зале администрации представители Федеральной службы Роспотребнадзор предоставили отчет проделанной работы за 9 месяцев текущего года. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляет ряд основных полномочий. Это надзор и контроль над исполнением обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарного, эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей в области потребительского рынка. Какая работа проведена за 9 месяцев 2017 года? Вкратце, всего проверок проведено 159, из них плановых 70. Обратите внимание на эту цифру, потому что все сразу определили, что большинство проверок проведено вне плановых. Это по указанию президента правительства Российской Федерации и по указанию Управления Роспотребнадзора ОРД. Внесено постановление нами 446 на сумму 2 463 500 рублей. Судом вынесено 93 постановления на сумму 180 000 рублей. Из них взыскано по 360 постановлениям нами на сумму 1 249 000 рублей. Все штрафы, денежные средства перечислены в бюджет города. На встрече приняли участие заместитель глава администрации Тагир Гаджиев, сотрудник прокуратуры Ринат Хамамов, работники управления образованием и руководители торговых предприятий и объектов. В ходе встречи присутствующим была предоставлена возможность задать интересующий вопрос сотрудникам Роспотребнадзора. У нас прецедент был судебный. Надо же на чипации товаров, я имею в виду этот регламент. Мы этот вопрос здесь сейчас не обсуждали. Он что же немаловажный, он там и штрафы, огромные подавленные статьи. Как в этом направлении предприятий можно себя вести и какой орган, и в том числе вы имеете как Роспотребнадзор, непосредственно производить контроль, контрольные закупки, проверки. Да, вот я не сказала, новшество еще какое, о введении физа при торговле меховыми изделиями. Введены по всей Российской Федерации, в том числе по Республике Дагестан, контрольно-идентификационные знаки, которые располагаются на меховых изделиях. Штрафы там действительно громадные. Наша служба тоже участвует в проверках, но мы не рассматриваем эти протоколы. Мы эти протоколы направляем в суд. Предпринимателями и общественными защитниками поднимался вопрос о ликвидации городского мусоросвалочного полигона. По данной проблеме сотрудникам прокуратуры было внесено предложение представителям Роспотребнадзора вплотную заняться проблемой и при необходимости вывести его на республиканский уровень. Комментируя проблему с городской свалкой, Тагир Гаджев отметил, что ежедневно коммунальными службами муниципалитета проводится огромная работа по ликвидации пожаров и задымления на полигоне. По словам Ольги Потаповой, исполняющей обязанности начальника управления Роспотребнадзора, за 9 месяцев текущего года проведено более 150 проверок и составлено около 550 протоколов. Зария Махайбалаева, Самат Гакаев, информационная программа Пульс.